Это приют для собак Крутой Боб. Правда, от приюта здесь только название и более 600 собак. Никаких нормальных условий для содержания животных здесь нет. В деревне Ермолово городского образования Чехов есть заброшенный коровник. Около 2000 квадратных метров. Земля сельхоз назначения. Сюда и свозят собак из Щаповского, Михайло-Ярцевского, Киевского и других поселений Москвы вот эта женщина, Тиховская Ирина Анатольевна, представитель по доверенности ООО Крутой Боб и директор фонда защиты животных Дворяне. У нее несколько муниципальных контрактов на отлов, транспортировку, стерилизацию, содержание, учет и регистрацию безнадзорных и безхозяйных собак и кошек. Работы по такого рода контрактам определяются регламентом, утвержденным распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 2014 года. Так вот, и представители питомника, и муниципальные заказчики этот нормативный акт игнорировали, как и закон о контрактной системе. Данные о заявках на отлов безнадзорных и безхозяйных животных не фиксировались в специальном журнале, отсутствовали акты о первичном осмотре животных, поступивших в приют ветеринарным врачом, да и оригиналы самих муниципальных контрактов Тиховская нашла с трудом. Впрочем, это вполне объяснимо. До нашего приезда ее не спрашивали ни о каких документах, да и в принципе не требовали отчетности. Хотя, конечно, администрации поселений должны были обеспечить контроль за сроками, качеством и порядком выполнения работ, истребовать документы на соответствие пункта стерилизации ветеринарно-санитарным требованиям, представить документы о квалификации ветеринара, оказывающего услуги по обслуживанию и стерилизации животных, и, конечно, оперативно принимать надлежащие меры к подрядчику. У вас должен вести журнал учета расхода генетического аппарата. У нас в техническом задании два нет. А почему у нас в техническом задании? Это федеральный закон. А если я ловлю собаку, мне зубу сейф возить? А при чем если вы ловите собаку? Ну, я ловлю собаку наркозом. Ну, значит, вы написываете изначально о том, что вы там взяли с собой тюбики, вы прописали это. Вы же откуда-то его берете, где-то он у вас хранится. На странице мы поставили. Где хранится. Уже полный пристал. По результатам прокурорской проверки главам поселения внесено 12 представлений. Проверку, кстати, мы проводили на основании сигналов общественников. Они уверяли, что собак здесь морят голодом. Единственное, пожалуй, к чему трудно придраться, так это к наличию в питомнике еды. Мешки с сухим кормом были разбросаны повсюду. Собаки не истощены. Правда, и здесь не обошлось без сюрпризов. Эти свиные головы кормили собак. И, судя по запаху, лежат они здесь уже не первый день. В сегодняшний момент у вас документов, подтверждающих благополучие. Хорошо, на эту кучу нет документов, но если как бы нужно с документами, буду завозить только с документами. Это как бы не проблема. Ну, у вас их, да, завозите с документами, пожалуйста. А то, что без документа, я должна выварить. Проварить, потом выкинуть, правильно? Ну, что с документами, да, в сыром виде вы выкинуть не можете, потому что считается биологическим отходом. Ну, хорошо, будет так делать. Мне просто не тут ничего не рассказывать. Вместе с руками собак, с тем, что вот вы получаете от стерилизации животных. То, что стерилизация мы сдаем, как биоотход. Такое именно, от открытия. Да любое, что мы сейчас долго стоять, что-нибудь будет. Открывайте, открывайте. Есть ножик? Да нет. Что это строительное? Это вот кости, почему вы строительное? Это все от пилки с костями. Вот кости, если мы достаем, есть кого-то ножик? Сейчас ножик прошел. Что за кости? У вас есть холодильник, и приходят по документам ветеринарно-сопроводительным, что получено мясо из здорового хозяйства, местность благополучна, животные были здоровы. Я думаю, что не проблема для документов брать. У вас этих документов нет. В таком случае вы проваривать обязаны. Хорошо, если я привожу с документами, это не проблема документов. Холодильник у вас должен быть для хранения. Хорошо, а если я сразу скармливаю за один день? Ну, если скармливаете за один день, скармливаете за один день, скармливаете. Если это с документами, если это с благополучных хозяйств, скармливаете. То есть тогда можно? Почему у нас госсветслужба не уведомила, что тогда нельзя? А вы с госсветслужбой заключили договор? Ну, они вообще ставили на карантин, мы с ними сотрудничаем, они прививали этих собак. С какими? С какой ветслужбой? Чеховской. Сейчас вопрос стоит о том, что вот у вас то, что вы используете в корм собакам, непонятно откуда, непонятно что и непонятно какого качества. Хозяйка говорит, что эти свиные головы привозят волонтеры, и ей приходится скармливать это животным, чтобы не плодить антисанитарию. Впрочем, и без таких вот деликатесов грязи здесь более чем хватает. Но мы с этим разберемся, потому что чистая среда – это закон природы, а закон надо уважать.